Я больше всего люблю играть на стационаре, если честно. Потому что, если хочется поехать в Америку, можно сесть в самолет, полететь. У тебя же Людмила, да? Сестра у тебя, по-моему, в Нью-Йорке, да? Да. У меня и Людмила, и мама очень много лет, и у меня очень много друзей. И я там много раз бывал, и я не очень люблю ездить туда на гастроли, там особый зритель. Зритель абсолютно. Абсолютно. Когда-то в 88-м году мы поехали, это были первые гастроли драматических артистов. В Америке нас пригласил Вадим Муллерман, он уже антрепризой занимался, такое приглашение. Саша Абдулов, Макаревич и я. Мы объездили все штаты, у нас было 20 концертов. Мы получали по 300 долларов каждый за концерт. По тем временам это, ты не представляешь, немыслимый день. Но я не для этого это рассказываю. Не все концерты состоялись, не везде собрались наши эмигрантские круги. Концерты были в синагогах, в каких-то кибуцах. Ну, в общем, в 5 часов вечера. Я никогда не забуду концерт, на котором сидело человек 12 в зале, в большом такой школьном зале, часов 5 вечера в Квинсе. И я вышел, поздоровался, всех представил, сказал, что мы рады, мы счастливы. Ну, как, работать надо. Мы же не просто так, и люди пришли. И что-то я там посмешил их вначале, как бы, как это называется, на разогреве. Потом, в следующем, я представил Сашу Абдулову. Саша Абдулов такой весь политически выдержанный, про театр Ленком, рассказал про себя, что-то там, и представил Андрюшку. Андрюшка шел в середине. Макаревич, Макаревич. А Макар просто с акустикой, да? Макар, да, с акустикой вышел и пел песню. На третьей песне пожилая женщина, сидя с ребенком на руках, она сказала, Андрей, скажите, а что-нибудь новенькое у вас есть? После этого надо было видеть Макара. Он встал абсолютно на подкосившуюся и просто тупо, тихо ушел за кулисы. После чего вышел я. Я должен был в конце, я же по Томинки, Жванецкого читал, ну, смешное в конце. Я вышел, тоже шокированный этим заявлением, оно такое было бесцеремонное, хамское. Такое ощущение, что мы приехали к ней на кухню. В общем, это и выглядело 9 человек. Я говорю, простите, пожалуйста, сколько стоил билет на наше выступление? Между прочим, 9,5 долларов. Ну, что-то такое сказать. Я говорю, хорошо. И при том, что у нас денег особо, я раздал всем 9 человекам по 10 долларов, и концерт на этом закончился. Слушай, это так на тебя похоже? Я помню, это немножечко, может быть, так в сторону. Я помню все время какие-то ресторанные, ну, в начале 90-х, когда кооперативные эти рестораны появились в дороге, когда все собирались рассчитываться, потом выяснилось, что Ермольник за всех заплатил, там, перед этим свалив. Это я люблю и даже горжусь этим, потому что сейчас вот когда вспоминали, много было программ про Муслима Магомаева, которого мы все обожаем, и одна из историй, которые несколько раз в разных эфирах повторяли, что он никогда никому не давал рассчитываться. Когда он шел с друзьями, это большое счастье, когда ты идешь с друзьями, и когда тебе в радости, и у тебя есть эти деньги. Собственно говоря, для этого ты работаешь и живешь, для того, чтобы именно делать эти красивые, не красивые, а правильные жесты. Ну, сейчас это к тому, что на колбасу Эрмольников всегда было. У нас не только на колбасу, мы зарабатывали тогда с Сашей, мы зарабатывали, если симметрично смотрим, мы зарабатывали много больше, чем я зарабатываю сегодня, хотя сегодня там, скажем, ставка за мой съемочный день, за один, больше раз в 10, чем раньше получал за целый фильм. Ну, просто деньги изменились, покупательная способность денег изменилась, и так далее, и так далее. Ну, ладно, бог с ним, с материальным. Ну, не важно, у нас же мы не...